Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Екатерина Вильмонт. Птицы его жизни. Часть первая Дело было в берлинском аэропорту Шонефельд. Привет, лапочка! Передо мной стоял совершенно незнакомый мужчина и радостно улыбался. Я не успела и рта раскрыть, как он вдруг обнял меня за шею и прошептал на ухо. «Сделай вид, что рады встрече. Это в ваших интересах». Я жутко испугалась. «Что все это значит?» А он шептал, не разжимая объятий. «Вам что-то подкинули в рюкзак. Идемте со мной. И ничего не бойтесь». И он куда-то меня повел. «Я ничего не понимаю». Я попыталась высвободиться из его объятий, но он держал меня мертвой хваткой. «Перестаньте дергаться. Я не причиню вам вреда. Наоборот. Я хочу спасти вас». «Спасти? Отчего?» «Ну вот что. Вступайте сейчас в туалет и в кабинке проверьте, нет ли в вашем рюкзаке чего-то вам не принадлежащего. Если найдется, зажмите это в руке и когда выйдете, отдайте мне». Он говорил так властно и непререкаемо, что я совсем сомлела от страха. «Ну же, девушка! Что вы стоите? Идите скорее!» Я и сама не знаю, почему подчинилась. Скорее всего, от страха. Заперлась в кабинке и дрожащими руками открыла рюкзак. На первый взгляд там ничего постороннего не было. Я стала судорожно рыться в вещах и вдруг обнаружила незнакомую ключницу из ярко-красной кожи. Но ключей там явно не было. Я дернула молнию. Внутри лежало пять пакетиков с белым порошком. «Господи! Что же это? Неужто кто-то подкинул мне наркоту?» Я облилась холодным потом. «Зажмите в руке и отдайте мне». «Ничего себе!» Вероятно, этот незнакомец заметил, как мне что-то подкинули в рюкзак и решил помочь. А я даже не помню, как он выглядит. Но сердце ёкнуло. Я зажала в руке ключницу и, даже не глянув в зеркало и не вымыв руки, вышла из туалета. Кажется, это он стоит, ждёт меня. «Ну что, лапочка, убедилась, что всё с твоим личиком в порядке?» Довольно громко произнёс он. «Я же говорил. Ты чудесно выглядишь. Пошли, пошли. Успеем ещё кофейку дёрнуть». Он привёл меня в кафешку, усадил. «Сейчас принесу кофе». Пока мы шли по направлению к кафе, он вынул из моей судорожно сжатой ладони ключницу «Сиди тут». «Я сейчас». «Я сидела в полной прострации». Что же это такое?» Он вернулся минут через десять с подносом, на котором стояли два картонных стаканчика с кофе и минеральная вода. Поставил стаканы на стол и сел напротив меня. «Всё уже позади. Успокойтесь и перестаньте дрожать. Всё кончилось». «Господи, что это было? Объясните же мне, наконец». «Теперь могу объяснить», — улыбнулся он. У него было интересное лицо, хорошая улыбка. Лет ему примерно тридцать шесть, тридцать семь. Я совершенно случайно увидел, что какой-то тип сунул что-то вам в рюкзак. Если бы вас стали обыскивать, неприятностей хватило бы на долгие месяцы, если не годы. Я хорошо знаком с такой практикой. Стоит милая девушка, весёлая, спокойная, беззаботная. У физиономистов-таможенников подозрений, скорее всего, не вызовет. Понятно теперь? «Это... это наркотики?» — одними губами спросила я. «Да». «Но они же... они придут за ними?» «Не волнуйтесь, не придут». Я сумел подкинуть эту штуку и мужу в рюкзак. Вон он стоит и ни о чём не подозревает. Классический пример. Не рой другому яму. Ручеешь, что в Москве его заметут. «Господи, вы кто? Ясновидящий?» «О, нет. Просто когда-то служил на таможне». «Всё, девушка, успокойтесь же, перестаньте дрожать». «Да, а как вас зовут? А то всё лапочка и лапочка». «А Глая?» «Глаша». «Какая прелесть! Никогда ни одной Глаши не знал. Хотя нет, вру. У моей бабушки была кошка Глаша, а я Мирослав. Идёмте, а то опоздаем». Мы встали в очередь на регистрацию. Теперь уже совсем небольшую. От пережитого испуга у меня здорово кружилась голова и слегка подташнивала. «Рюкзак в багаж сдавать будете?» — спросил он. «Нет». «Зачем?» «Тоже верно», — кивнул он. «Ну, Глаша, я смотрю, вы маленько оклемались. А мне срочно нужно позвонить». Он быстро куда-то ушёл. И больше я его не видела. Ни в самолёте, ни потом в аэропорту в Москве. Впрочем, это неудивительно. Самолёт был громадный, двухэтажный. Я вызвала такси, и вдруг он подошёл ко мне, этот Мирослав. «До свидания, Глаша». «И впредь путешествуйте лучше с чемоданом. Безопаснее». «Спасибо вам огромное. Хоть вы и напугали меня». «Того типа задержали». «Я видел». «Живите спокойно». «Пока». И он опять исчез. У меня оставалось ещё пять дней отпуска. Успею прийти в себя после случая в берлинском аэропорту. Какая-то совсем киношная история. Но лучше поскорее о ней забыть. Хотя мне понравился этот человек, Мирослав. Красивое имя. Считается, что девушка обязательно влюбляется в своего спасителя. Это естественно. Но в моём случае это так глупо. Я ведь, скорее всего, никогда его больше не увижу, но и не забуду никогда. И я с истервенением взялась за уборку квартиры. А то, когда выйду на работу, времени будет в обрез. Не могу сказать, что не люблю свою работу. Тем более, что мне очень неплохо за неё платят. Но в последнее время мне стало там скучно. Не о том я мечтала. Но... А ведь многие мечтают именно о такой работе. А я просто нахалка. На другой день я проснулась в чистой квартире. Тихо, мирно, солнышко за окном. Хорошо бы ещё купить цветов и ягод. Лето. Недалеко от дома с пятницы до понедельника работает ярмарка выходного дня. Но сегодня ещё только среда. Ничего. Пройдусь пешочком до рынка. Холодильник пуст, а есть хочется. И для начала я отправилась в маленькое кафе в соседнем переулке. В конце концов, я ещё в отпуске. Я допивала кофе, как вдруг у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Алло? Простите, могу я поговорить с Аглайей Сергеевной?» Спросил мужской голос, явно немолодой. «Слушаю вас, Аглая Сергеевна. Мне дал ваш телефон Игорь Прокудин». Игорь Прокудин — бывший муж моей старшей сестры. «Да, да, слушаю вас, Аглая Сергеевна. Игорь сказал мне, что вы великолепно владеете четырьмя языками. И у вас наверняка есть шенгин». «Всё так, но...» «Аглая Сергеевна, голубушка, выручайте. У меня безвыходное положение. Я должен завтра на два дня лететь в Вену, а моя помощница попала в больницу. Ради бога, выручайте. Всё будет хорошо оплачено, умоляю, соглашайтесь. А иначе всё полетит к чертям». А в его голосе слышалось отчаяние. «Простите, не знаю, как вам обращаться». «О, я в спешке даже не представился. Андрей Борисов». «А по отчеству?» «Олегович». «Андрей Олегович». «Ну, что скажете?» «Да, в принципе, это вполне возможно. Я до понедельника в отпуске». «Господь услышал меня. Спасибо вам огромное. Погодите, Андрей Олегович. Надо всё же кое-что уточнить. Какой сфера касаются ваши переговоры? Я ведь в какой-то ситуации могу и поплыть». «О, не беспокойтесь, голубушка, Аглая Сергеевна». «Игорь, с которым мы тесно сотрудничаем, говорил, что вы чрезвычайно добросовестны. Ему вы не раз помогали». «О, в таком случае я согласна. Мы ещё обговорили кое-какие детали и условились встретиться уже в Шереметьеве». Игорь Прокудин развёлся с моей сестрой уже пять лет назад. Вернее, это она с ним развелась и вышла замуж за канадского француза по имени Оливье. «Нет, ты подумай, Глашка. Выйти замуж за салат!» Горько смеялся Игорь, которого глубоко обидел поступок Ангелина. Теперь она зовётся Анжелой. Он любил её, она маниакально стремилась за рубеж и увезла с собой трёхлетнюю дочку Валечку. Игорь не стал препятствовать, понимал, что одному ему не справиться с ребёнком и не желал вступать в борьбу, а моя сестрица всегда и за всё боролась не на жизнь, а на смерть. Со мной она тоже боролась за родительскую квартиру, но я вовсе не борец по натуре. И в результате квартира была продана. Мне сплюнули какие-то гроши, если бы не наш дед, я бы осталась просто на улице. Глашечка, да чёрт с ней, перебирайся ко мне. А там ты или найдёшь мужа с квартирой, или я скоро помру. Только Бога ради, не ввязывайся в борьбу, всё равно проиграешь. Не тот у тебя характер, ты слишком порядочный, а Гелька пошла в бабку, ты же знаешь. Я её всегда звал воеводой, только бабка-то ваша боролась за справедливость, а Гелька исключительно за собственные интересы. И я перебралась к деду. Два года мы прожили душа в душу, а с Игорем мы друзья. Он больше не женился, не хочет, крутит роман с замужней женщиной, обоих это устраивает. А я в 19 лет выскочила замуж за аспиранта Фил Фака, на котором училась. Но через год поняла, что мне категорически не нравится замужняя жизнь. И, дождавшись, когда муж защитит кандидатскую, уйти до защиты я считала непорядочным. После банкета объявила, что ухожу. Он пошумел, поизображал страдания, но довольно скоро утешился. Господь с ним. Перспектива на два дня слетать в Вену, а главное — заработать денег, меня здорово обрадовала. Я вообще легка на подъём. К тому же я была твёрдо уверена, что Игорь меня не подставит, не порекомендует какому-нибудь упырю. И тут я вспомнила совет моего спасителя Мирослава. Путешествовать лучше с чемоданом. Чемодан у меня был, но слишком большой для двухдневной поездки. Мне давно нравились маленькие пластиковые чемоданы на колёсиках. И я отправилась в ближайший супермаркет, где имелся большой отдел чемоданов и дорожных сумок. У меня разбежались глаза. Мне приглянулся один чемоданчик ярко-красного цвета. Но он стоил столько, что сразу мне разонравился. Слишком приметный, даже вызывающий. А вот тот тёмно-вишнёвый. Тоже, прямо скажем, не дешёвый. Но, по крайней мере, мне он по карману. Я с восторгом его купила. Ничего, мне же заплатят за поездку. Но, вернувшись домой, я позвонила Игорю. «Привет, Глашка. Знаю, зачем звонишь». Со смехом сказал он. «Не волнуйся. Мужик более чем нормальный. Я бы даже сказал золотой». «Это в каком смысле?» «В моральном. Ему 64. Он крупный учёный мирового уровня. У него своя фирма. И он постоянно мотается по свету. Но с языками беда. Категорически к ним не способен. Если вы поладите, у тебя может в корне перемениться жизнь. Ты же у нас лягушка-путешественница. Между прочим, он прекрасно знал твоего деда». «Да ты что?» «Да. И это, кстати. Решила дело. Он сказал внучка Алексея Анатольевича. Это лучшая рекомендация». Ну и для меня его знакомство с дедом о многом говорит. «Так или иначе, а в Вену я еду». «Вот и славно. Счастливого пути». Мы с академиком Борисовым договорились встретиться возле справочной в половине девятого утра. В этот час там стоял только один человек. Высокий, очень худой, в костюме с галстуком и явно дорогих элегантных очках. Андрей Олегович. «О, голубушка! Аглая Сергеевна, как хорошо, что вы так пунктуальны». «Ну вы такая молоденькая». «Да нет, мне уже двадцать девять». «Не уже, а всего только двадцать девять». Рассмеялся он. «Будем знакомы». «Я рад. Я прекрасно знал профессора Юрлова. Он был когда-то моим научным руководителем. Очаровательный человек. Скажите, как лучше к вам обращаться? По имени-отчеству». «Зачем? Лучше просто Глаша». «Глаша, какая прелесть!» «Глаша, вы завтракали?» «Нет, не успела». «Я тоже. В таком случае пойдемте в кофеманию. Там замечательно готовят овсяную кашу». «Овсяную кашу?» «Удивилась я». «Ну что ж, идемте». Я еще никогда не ела овсяную кашу в аэропорту. Даже в голову не приходила. «Андрей Олегович, вы сидите, я принесу кашу». «Глашенька, мне две порции. Советую вам взять две». «Спасибо. Мне хватит одной». «Погодите. Возьмите-ка карточку. Это на наше с вами пропитание. И закажите мне чашку капучино. А себе берите все, что вам глянется». «Спасибо. Он мне понравился. С ним было легко и просто. Что значит хорошо воспитанный человек? Академик Борисов уплетал кашу с таким аппетитом». «Глашенька, а вы почему так на меня смотрите? Вам кажется абсурдной такая любовь к овсянке?» «Ну, если честно, то да». «Понимаете, мне дома варят кашу. Но она почему-то далеко не такая вкусная». Андрей Олегович принялся за вторую порцию. «Могу предположить, что дома из соображений, скорее всего, диетических, вам дают овсянку на воде, а тут на молоке». «Да?» Он озадаченно уставился на меня. «Так просто?» «Думаю, да». «Ну, надо же!» И он вдруг залился каким-то детским смехом. «Какая же гадость!» «Все эти диетические соображения!» «Ну вот, поел как человек, и жизнь уже прекрасна. А теперь, Глаша, я расскажу, что, собственно, нам предстоит в Вене. Вы там бывали?» «Один раз. Три дня». «Вы немецкий, хорошо знаете?» «Да». Игорь, кажется, говорил про три или четыре языка. «Ну да, еще английский, французский и чуть хуже испанский». «Превосходно!» Радостно потирал руки академик Борисов. «Но, как правило, на переговорах вполне обходятся английским. Я как-то пришла в одну фирму устраиваться на работу и сообщила про четыре языка». «И что?» «Мне сказали, что это лишнее, хватит английского». «Но на работу взяли?» «Нет. Сказали, что не хотят платить лишнее за ненужные им языки». «Какой идиотизм!» «Я тоже так подумала и решила, что работать с такими идиотами себе дороже». «Так все же, Андрей Олегович, что же нам предстоит?» «Да-да, извините, я отвлекся. С вами приятно болтать, а я да будет вам известна, страшный болтун, но к делу. Сегодня днем у нас обед с партнерами. Вечером еще одна встреча. Завтра тоже деловой обед. И еще у меня будет к вам личная просьба. Не могли бы вы купить хороший подарок для моей жены? У нее на следующей неделе день рождения». «Ну, переговоры меня не смущают, а вот подарок для жены — это куда сложнее. Я же не знаю вашу жену, какие у нее вкусы, что она любит. Глашенька, моей Людмиле Арсеньевне исполняется пятьдесят восемь лет. Значит, что-то молодежное ей не подойдет. Обычно я дарю ей просто какую-то сумму, но на сей раз хотелось бы что-то еще». «Поняла. Тогда может быть хорошую дорогую сумку, в которую и положите вашу сумму». Академик хлопнул в ладоши. «Роскошная идея! Ну, какая это должна быть сумка? А какие ваша жена носит? На длинном ремне? Или же с двумя ручками? Мягкая или, наоборот, жесткая? «Господи помилуй!» «А у вашей жены есть близкая подруга?» «Есть. А что?» «А вы позвоните ей и объясните ситуацию. Близкая подруга должна знать такие вещи». «В самом деле», — обрадовался Андрей Олегович. «Роскошная идея!» И уже через 10 минут я знала, что сумка должна быть мягкой, на длинном ремне и непременно с карманчиком для ключей снаружи. Потом академик вручил мне еще одну карточку на покупку сумки и довольно пухлый конверт. «Это ваш гонорар». «Но я пока его не заработала». «Заработайте! А вдруг вам тоже захочется что-то себе купить?» «Ну что ж, спасибо большое». «В Вене нас встретили, отвезли в хороший отель, дали час на сборы и потом повезли на деловой обед. Переговоры были весьма оживленными и у меня практически не было возможности нормально поесть». «Францентрик снаружи, если вы помните, вы можете выравназать, вы сможете выразить. Продолжение следует...